Рождество Христово жители Ульяновска встретили архиерейским богослужением в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе и большим концертом. Чем запомнятся эти события горожанам, расскажут наши коллеги. Храм вместил более тысячи человек со всего Ульяновска. Среди них первые лица города и области, казаки, монашествующие, гости и паломники из других городов и приходов. Праздник Рождества – это праздник любви Бога к человеку. И мы с вами должны знать и верить, что Господь никогда не оставляет нас грешных в этом мире. От нас только требуется принести Господу дары, нашу веру, веру в Господа Бога, веру в наше спасение, что только путями Божьими человек приобретает спасение. Именно так, путем Божьего проведения, уверена Елена Булатова, она сама оказалась сегодня в храме. Вместе с дочкой женщина впервые пришла встречать Рождество в Спасо-Вознесенский собор. Впечатления просто необычайные. Это очень приятное, такое событие очень, скажем, очень душевное, красочное. Понравилась служба? Очень понравилась. Приятно было именно находиться здесь. Одно дело смотреть это как-то дома, все эти трансляции, все это по интернету и так далее. Другое дело это увидеть живыми глазами. Уже днем всех ульяновцев ждал большой рождественский концерт. Открывая праздничную программу на главной сцене губернии, архипастер Синьбирска напомнил собравшимся о самой важной заповеди, что принес на землю Христос. Заповеди любви к Богу и к ближним. В своем напутствии владыка пожелал, чтобы христианские добродетели, вера, надежда и любовь заполнили сердца ульяновцев отныне и на все времена. Я рад всех еще раз приветствовать вас светлым праздником Рождества Христова и пожелать, чтобы в ваши дома, в ваши семьи пришел мир Вифлеемской звезды, чтобы звезда Вифлеемская осветила вашу жизнь, наполнила богатством, духовным богатством. Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его, а все остальное само по себе приложится. В ходе праздничной программы рождественское послание, адресованное духовенству Симбирской епархии, зачитал глава региона. От имени жителей Симбирского ульяновского окраина. Сердечно благодарю всех православных пастырей за то, что они делают для обустройства нашей духовной жизни. Государственная власть региона высоко ценит огромную, сложнейшую, крайне важную работу, которую ведет Симбирская митрополия во главе с нашим владыком, очень дорожит нашим взаимопониманием и плодотворным сотрудничеством. Затем зрители ожидало грандиозное представление. Впервые программа рождественского концерта была столь насыщенной и разнообразной. Кроме традиционных духовных песнопений, в исполнении мужского хора «Образ» и сводного архиерейского хора свои номера продемонстрировали Театр танца XXI век, ансамбль «Славянка», «Кружева», «Ладонка», «Веретено», студия «Соло» и народный коллектив «Вариант», «Счастливое детство» и многие другие. И в каждом выступлении, будь то танец, песня или фольклорный номер, звучала тема «Рождение Христа». Каждый артист со сцены славил пришествие в мир Спасителя. Елена Гончарова, Владислав Фролов, Симбирская митрополия.